В Курской области эвакуируют очередной район. В Белгородской вводят режим ЧС федерального характера. Они прилипли к летному полю и заблокировали взлетно-посадочные полосы. В Германии пять крупнейших аэропортов задержали сегодня сотни рейсов из-за протестов климатических активистов. Зеленые за запрет ископаемого топлива, в то время как самолеты потребляют миллионы тонн керосина. Чем закончилась акция и на что готовы пойти немецкие правоохранители, чтобы защитить аэропорты? Об этом совсем скоро в Большом Нестоке из Берлина расскажу я, Андрей Ежов. Тяжелая экономическая ситуация и гендерный апартеид. Афганистан уже три года живет под властью талибов. Размытые дороги и поваленные деревья. На Пуэрто-Рико обрушился ураган на севере острова эвакуировали город. Чрезвычайная ситуация мирового масштаба. В Африке зарегистрировали вспышку обезьяний оспы. Погибли более 500 человек. Это Большой Несток на РТВА. Меня зовут Александр Павлов. Здравствуйте. О самых главных новостях дня расскажем в ближайший час. Россия и Украина начали сегодня переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области. Об этом сегодня со ссылкой на источники военной разведки Украины пишет Financial Times. Ранее информацию подтвердил и украинский омбудсмен. А в Белгородской области сегодня пострадали 9 мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сегодня сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Шебекине ранены 5 человек. Дроны камикадзе попали в пятиэтажку. После взрыва начался пожар. Выгорели две квартиры. Пострадавших доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Еще четыре человека ранены при атаке беспилотника на административное здание в селе Дунайка Грайворонского округа. Удары дронов сегодня происходили еще в трех селах региона. Там повреждены автомобили и дома. А на границе идут бои за КПП Колотиловка. Обе стороны сегодня публикуют свидетельство, что пост находится под их контролем. В Курской области власти эвакуируют находящийся к западу от боевых действий Глушковский район. Велгородская область теперь сможет получать деньги на выплаты пострадавшим и ликвидацию последствий обстрелов из федерального бюджета. На заседании правительственной комиссии было решено повысить уровень режима ЧС с регионального до федерального. Ситуацию в трех приграничных районах обсуждали сегодня и на совещании в Минобороны. Глава ведомства рассказал о плане генштаба по усилению защиты населения и инфраструктуры регионов от украинских атак. Сумская военная администрация расширила число населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. Сейчас их 183. В два с половиной раза больше, чем недели ранее. Область граничит с российской Курской. Сегодня национальные железные дороги Украины временно закрыли часть своих путей в восточных областях. Компания сообщает о прилете ракет по подстанциям в районе вокзалов. Подробнее об очередном дне российско-украинского конфликта в сюжете РТВА из Киева. В полночь, а после и в 7 часов утра три ракеты Х-59 и 29 беспилотников атаковали южные области Украины. Дроны сбили все, а ракеты пропущены, заявили воздушные силы. Прилеты подтвердила военная администрация Одессы. Там попадание в районе морского порта. В ситуационной комнате президента третье публичное совещание силовиков о боевых действиях в Курской области. Командующий ВСУ отчитывается о масштабах продвижения и появлении первой администрации на подконтрольных территориях России. Открыли там круглосуточную горячую линию. До завтра намерены опубликовать карту гуманитарных маршрутов и коридоров. Для поддержания правопорядка обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев. Обстановку в Донецкой области генерал Сырский называет сложной, но контролируемой. Мониторинговые сервисы пишут о новом продвижении российских войск в центре. Они зашли в село Желанная и Орловка на Покровском направлении. До админцентров территориальной общины меньше 12 километров. Самые адовые участки фронта Покровское направление и направление на Лиман. Они очень актуальны для российской армии. Я думаю, что в перспективе нескольких дней, возможно до полутора недель, вряд ли там будут утихать интенсивные боевые действия. Покровский час и в Яр важные логистические пункты для ВСУ. Из этих городов открываются так называемые дороги жизни, которые связывают их с Константиновкой, Славянском и Краматорском. За прошедшие сутки россияне провели у этих населенных пунктов 58 атак. Это треть боев по всей линии фронта. Видим, что тенденция стабилизируется. Враг нарастил усилия, нарастил количество боевых столкновений и продолжает давить на нашу оборону, особенно в Донецкой области. Украинские военные паблики пишут о переброске российских войск из южных и восточных областей в Курскую. Накануне о такой тенденции говорило командование южной группировки ВСУ. Сегодня обратили внимание на уход отдельных подразделений из востока Харьковской и центра Донецкой областей. Для того, чтобы не было у них провалов на восточном и южном направлениях, забирают по всем фронтам. То есть отправляют не полк или бригаду, а долю этих частей, батальон. Часто батальоны не полностью комплектованные, но переброску проводят логично. В населенных пунктах на Покровском направлении военная администрация ввела почти круглосуточный комендантский час. Выходить из дому и передвигаться по улицам можно лишь четыре часа в день. Власти решения объяснили усилением мер безопасности и стимулом для людей уезжать. В селах и поселках, где уже сейчас идут бои, остаются три тысячи человек. Ситуация только ухудшается. Лучше не станет. Представители власти и сотрудники предприятий критической инфраструктуры остаются на месте. Настаиваю, не медлите, пока можно уехать планово. 24-я и 47-я бригады, основные подразделения, которые воюют на этом участке фронта, считают, что соотношение сторон по числу солдат у Покровска и Торецка 10 к 1 в пользу России. Под таким давлением неизбежно отходить назад. Мы продолжаем работать с нашими партнерами под дальнобойным решением для Украины, потому что это дальновидное решение ради нашей победы. Надо это сделать. Чем смелее решение партнеров, тем меньше может сделать Путин. Зеленский также призвал Верховную Раду собраться на пленарное заседание. Депутатам президент записал отдельное обращение. Почти месяц украинский парламент не рассматривает законы и нормативные акты. Оппозиция считает, что Рада так долго не работает, потому что фракция власти не позволяет президенту отправить в отставку премьер-министра. Максим Плоткин, РТВА, Киев. США осудили диверсию против газопроводов в Северные потоки. В Вашингтоне не знали об ордере на арест, который Германия выдала украинскому инструктору по дайвингу накануне. Вместе с тем, американская Wall Street Journal публикует статью о том, как в действительности мог выглядеть подрыв газопровода. По их данным, операцию, которая обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансировали бизнесмены. А план одобрил сам президент Украины Владимир Зеленский. Однако после того, как о нем узнали США, политик безуспешно пытался отменить диверсию. Но на ее реализации наставил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Причем идея уничтожить Северный поток прошла почти случайно. Ее якобы предложили несколько высокопоставленных украинских офицеров и предпринимателей на одной из вечеринок в мае 2022 года. В ней участвовали шесть человек. В СБУ проведение подобных акций на территории третьих стран сейчас отрицают. Залужный же называет заявление о его причастности провокацией. Также со ссылкой на людей, знакомых с кодом немецкого расследования, Wall Street Journal пишет, после ареста украинского дайвера следствие сосредоточилось на украинских высокопоставленных лицах. Однако доказательств об их причастности для представления в суде пока нет. Напомню, что две ветки Северных потоков были разрушены в сентябре 2022 года. Гражданку США и России Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене. И также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Это 3400 долларов с последующим ограничением свободы на полтора года. Адвокат Карелиной уже пообещал обжаловать приговор, правда, частично. В том числе решение об уничтожении телефона, на котором, по словам защитника, множество личных данных. Ранее юрист говорил, что будет работать над вопросом обмена Карелиной. Изначально обвинение запрашивало для нее 15 лет. Приговор ей вынес судья Андрей Минеев, он же приговорил к 16 годам журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Карелина уроженка Екатеринбурга, которая последние годы жила в Лос-Анджелесе, где у нее есть муж. Девушку задержали в конце января сначала за мелкое хулиганство и отправили под арест на 14 суток. Но из спецприемника она не вышла. Против нее завели уголовное дело, как говорили в ФСБ, из-за финансирования вооруженных сил Украины. Проект Первый отдел писал, что силовики вскрыли телефон Карелиной и нашли там перевод в украинский фонд на сумму чуть менее 52 долларов. Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в результате комбинированного заболевания. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета, которое опубликовала жена политика. В ведомстве заявили, что смерть Навального не носит криминальный характер, поэтому отказались заводить уголовное дело. В СК утверждают, что у оппозиционера был гепатит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и ряд других заболеваний. А смерть имеет аритмогенный характер. Ее триггером послужило критическое повышение артериального давления. Юлия Навальная заявила, что при жизни у ее мужа не было проблем с сердцем. Постановление СК подписал следователь Александр Воропаев. Он, как рассказывала мать политика, вместе с коллегами шантажировал Людмилу Навальную, требуя провести тайные похороны, в противном случае угрожая не выдать тело. Политик умер 16 февраля в колонии за Полярным кругом. Вовсин утверждали, что ему стало плохо во время прогулки. Соратники Навального обвиняли в его гибели российские власти, в том числе Владимира Путина. В Кремле эти обвинения называли голословными. Президент Колумбийского университета Минус Шафик ушла в отставку. Это произошло спустя четыре месяца после протестов из-за войны в секторе газа. Отставка произошла на фоне недовольства студентами и профессорами ее действиями во время массовых демонстраций весной этого года. В середине апреля зашедшие в кампус университета силовики разогнали протестующих и задержали более ста человек. В конце месяца, после неудавшихся переговоров между руководством и студентами, вспыхнули новые демонстрации. Учащиеся тогда забаррикадировались в одном из зданий, но их вновь вытеснили полицейские. В тот раз задержали несколько сотен человек. Шафик также пришлось выступить перед конгрессменами, где и в вину ставилось распространение антисемитских настроений. Из-за похожих обвинений в отставку ранее ушли руководители Гарвардского и Пенсильванского университетов. Первый раунд переговоров по прекращению огня в секторе газа возобновился сегодня в столице Катара Дохи. Странам удалось сблизить позиции по ряду вопросов, а оставшиеся разногласия преодолимы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он также добавил, что переговоры продолжатся в пятницу. По мнению экспертов, за происходящим в Дохи внимательно следят и Иран, и Хизбалла. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Боря, привет! Эксперты утверждают, что есть шансы на заключение сделки и что она повлияет на эскалацию или деэскалацию ситуации в регионе и действия РАНа. Есть ли повод для оптимизма с точки зрения Израиля и израильтян? Саша, привет! Ситуация довольно сложная. Уже три часа продолжаются переговоры, но пока единственная информация, которая поступила из Дохи, со ссылкой на неназванный, высокопоставленный, на неназванный источник в израильском руководстве, о том, что делегация Израиля остается в столице Катара еще и на завтра. То есть переговоры продолжаются, несмотря ни на что. Делегации Хамаса, прямой делегации в Дохи, якобы нет. Однако источники опять же сегодня подтвердили, что представители Хамаса находятся в столице Катара. Все, что происходит на переговорах, им тут же передается. Соответственно, они уже получили какие-то вводные и должны обсуждать предложения Соединенных Штатов, Египта, Катара и Израиля. И, возможно, завтра мы получим какие-либо ответы. Тем не менее, до сих пор не ясно, чем это все закончится. В самом Израиле особого оптимизма никто не проявляет. О том, что эти переговоры должны были состояться, стало известно в начале недели. Лишь вчера появилось подтверждение о том, что израильская делегация в Катар отправляется. Туда она отправилась. В Израиле реагируют на это все достаточно напряженно. Семьи заложников, которые до сих пор удерживаются в секторе газа, сегодня в Тель-Авиве провели очень жесткую демонстрацию с очень резкими заявлениями в адрес правительства. И этих людей, конечно же, можно понять. Впрочем, они говорят о политической подоплеке и о том, что в отсутствии сделки виноват премьер-министр. Вот что сказал один из участников сегодняшней демонстрации. Нам нужно прекращение огня, чтобы вернуть всех заложников. Мы больше не можем доверять израильскому правительству. Оно сводит на нет любые усилия по заключению сделки в течение последних десяти месяцев. Мы знаем, что сегодня состоится саммит. Мы не сильно надеемся на серьезность намерения израильской делегации заключить сделку. И мы призываем народы мира помочь нам исправить эту ситуацию. Помогите нам оказать максимальное давление на обе стороны и особенно на израильское правительство, которое ничего не делает, кроме как тянет время и избегает подписания сделки о заложниках. Если бы Нетаньяху хотел, чтобы они были здесь, они были бы здесь. Ну вот так выглядит мнение тех людей, родственники которых находятся в плену у Хамаса. Тем не менее, конечно, есть какой-то некий минимальный повод для оптимизма. Выглядит он как раз вот со ссылкой на это заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Вот эта информация о том, что делегация остается в Катаре еще и на завтра. Ну и еще один момент. Сегодня вечером стало известно, что завтра в Израиль прибудут два министра иностранных дел. Министр иностранных дел Франции и Великобритании. У них запланированы переговоры с премьер-министром Бенемином Нетанягу и с министром иностранных дел Исраилем Кацем. Это еще одна попытка европейцев каким-то образом оказать давление на Израиль. При этом в Иерусалиме говорят, что на Иерусалим давить не нужно. Давить нужно исключительно на Хамас, который до сих пор не дал никакого ответа по поводу предложений уже прозвучавших и, похоже, может отказаться от сделки в этот раз. Саша? Да, Боря, параллельно сегодня глава палестинской автономии Махмуд Аббас выступил в турецком парламенте. Переговором в Дохе он обвиняет во всем Израиль. Как объясняют эксперты, продолжение вот этой жесткой риторики – это такой способ давления на Иерусалим? Аббас действительно пытается собрать максимальное внимание, сосредоточить максимальное внимание на своей персоне и попытаться найти поддержку со всех сторон. Визит в Москву был первой частью его международного турне. Вот это вторая часть в Турции. Выступление в парламенте Махмуда Аббаса продлилось 45 минут. Ну, визуально это все немного напоминало в каком-то виде выступление Бенемина Нетаньягу в Конгрессе, хотя, конечно, параллель, ну, скажем так, немного жестковатая. Но, тем не менее, все выглядело вот примерно так же. Аббаса в Турции принимали как высокопоставленного гостя почетный караул, красная дорожка, выход всех политиков Турецкой республики на встречу председателю палестинского парламента, палестинской автономии. И, в общем-то, ничего особого от него не ожидали, но сенсация случилась. Аббас пообещал, что он отправится в сектор Газа лично и таким образом спасет всю ситуацию. Вот что он сказал с трибуны турецкого парламента. Я объявляю вам и всему миру, что я решил отправиться со всем палестинским руководством в сектор Газа. Победа или мученичество? Я призываю Совет Безопасности обеспечить нам доступ в сектор. Обеспечит доступ в сектор Махмуда Аббасу или нет, на самом деле, непонятно. Но понятно, что он хочет добиться прямой поддержки от Турции. Активизации позиции Анкары как это будет выглядеть, неизвестно до конца. Но известно, что уже на следующей неделе Рамала собирается представить в Совете Безопасности ООН. И в начале сентября на Генассамблее ООН новые инициативы. Палестинская автономия потребует от мирового сообщества определиться в отношении Израиля на территориях Иудеи, Самарии и Израиля в границах 1967 года. А, соответственно, попытаться продвинуть какие-то серьезные санкции со стороны мирового сообщества. Повлияет ли это на текущие переговоры в Духе? Вряд ли на Махмуда Аббаса не сильно обращают внимание в арабском мире. Он, скорее всего, игрок важный, но не влияющий на то, что происходит. Но на многих произвело впечатление вот это заявление. Теперь остается ждать, каким образом будет выглядеть этот визит в сектор газа со стороны правительства. Палестинской автономии. Напомню, что последняя прямая встреча между активистами и официальной властью Рамалой в секторе газа с боевиками Хамаса закончилась для первых плачевно. Во время переворота в 2007 году Хамас уничтожил, убил практически 500, от 500 до 600 активистов Фатха. Ну, в общем, все это, конечно, выглядит довольно странно, но выход получился очень впечатляющий. Махмуд Аббас вернулся на большую политическую международную арену. Но при этом я напомню, что главное, конечно, событие в регионе, это вот эти переговоры в ДОХИ, которые продолжаются уже более трех часов. В 9 часов сегодня должно начаться заседание военно-политического кабинета, где будут обсуждаться первые полученные из ДОХИ какие-то установки о том, как эти переговоры идут, к чему готовятся и на что, вероятнее всего, готов или не готов Хамас. Саша. В последнее всего выступления 45-й президент невольно скатывался в рассуждения о непригодности своего оппонента, Камалы Харрис, на пост главы Белого дома. Вам не нужно даже представлять, как будет выглядеть президентство Харрис. Вы ведь уже сейчас страдаете, только страдания будут еще хуже. Раньше нас уважали, Путин уважал нас, президент Китая Си уважал нас, Ким Чен Ын из Северной Кореи уважал нас, нас уважал весь мир. Сегодня над нами смеются. Мы не позволим некомпетентным безумцам продолжать разрушать нашу экономику еще 4 года. В день выборов мы скажем ей, что с нас хватит, ты делаешь ужасную работу, Камала, ты ужасный генеральный прокурор, ты худший вице-президент в истории, Камала, ты уволена, убирайся отсюда. Доля критики досталась и Сан-Франциско, город, где Харрис никогда была окружным прокурором, Трамп назвал непригодным для жизни. Экономическую риторику Трампа подхватил его напарник, кандидат вице-президента Джей Ди Вэнс, на другом митинге в Мичигане. Он обвинил Харрис в уничтожении американской автомобильной промышленности, а также в привлечении миллионов нелегалов в качестве дешевой рабочей силы. Из-за этого, по словам Вэнса, зарплаты простых американцев падают. Связанные с иранским правительством хакеры атаковали президентские компании Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом говорится в отчете Google. В корпорации говорят, что с мая хакеры пытались взломать более 10 аккаунтов электронной почты, связанных с кандидатами. Подразделение, по данным Google, связано с корпусом стражей исламской революции. Им удалось получить доступ к одной из учетных записей высокопоставленного политического консультанта. Его имя не называется. Атаки продолжаются до сих пор. В конце прошлой недели штаб Трампа объявил о хакерском взломе, в результате которого были украдены внутренние документы. Издания «Политика», «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» вскоре объявили, что получили электронные письма с файлами компании Трампа. Ранее о кибератаке сообщали специалисты «Майкрософт». В иранском представительстве в ООН отрицают свою причастность. Начало отпусков для тысяч немецких авиапассажиров сегодня омрачили климатические активисты. Они блокировали работу крупнейших аэропортов Германии, из-за чего вовремя не вылетели сотни рейсов. Как небольшой группе фанатов «зеленой энергетики» удалось парализовать авиасообщение в Европе, узнаем у нашего коллеги. Андрей Ижов следил за коллапсом. Приветствую тебя, Андрей. Что на этот раз предприняли экоактивисты? Саш, приветствую. Это весьма причудливая и в то же время уже привычная для Германии тактика «зеленых». Сами они называют это мирным сопротивлением. Это буквальное приклеивание себя, своих конечностей, рук, ног, всего чего только можно, к проезжим частям, дорогам, автомобилям, общественному транспорту и так далее. Сегодня уже, впрочем, не впервые эти методы добрались до аэропортов. На рассвете несколько десятков активистов, предположительно, через отверстия в заборах, прорвались на взлетно-посадочные полосы пяти немецких аэропортов и приклеили себя к бетону. Люди в оранжевых жилетах принадлежат к экологическому движению «последнее поколение», так они себя называют, потому что уверены, что глобальное изменение климата вот-вот приведет человечество к гибели, и они, собственно, и представляют то самое «последнее поколение» в истории Земли. Главные требования, которые «зеленые» предъявляют к правительству Германии и других западных стран, это немедленно снизить выбросы углекислого газа и принять доктрину, которая предусматривает в перспективе полный отказ от использования ископаемого топлива. Я здесь, потому что у меня нет власти, нет политической власти. У меня нет миллиардов евро прибыли, с помощью которых я могла бы влиять на политику. Поэтому я здесь сегодня. Это единственное, как я могу противостоять этой глупости с ископаемым топливом. За моей спиной взлетают и садятся самолеты. Я просто не могу этого понять. На дворе 2024 год. Мы все знаем, а все идет своим чередом, как будто у нас нет никаких проблем. Мы призываем федеральное правительство подписать соглашение о постепенном отказе от использования угля, нефти и газа. Это называется договором об ископаемом топливе. Научные данные известны и доступны еще с 70-х годов. Но власть продолжает подливать масло в огонь. Сегодняшняя акция, которая затронула крупнейшие аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Карлсруе, Нюрнберг, а также наиболее загруженные в Германии, это запад страны Кёльн-Бонн и Франкфурт. Все это действие продлилось около часа. Прибывшие полицейские отклеили буквально климатических активистов. Они задержаны, обвиняют этих людей теперь в незаконном проникновении, нанесении ущерба и нарушении порядка воздушного движения. Впрочем, кроме административного наказания и денежных штрафов, участникам последнего поколения в этот раз вряд ли грозит что-то еще. Однако, по мере того, как терпение многих немцев подходит к концу, политическое руководство страны ужесточает риторику и дает понять, что в будущем протесты, которые ведутся такими методами, будут дорого стоить их организаторам и участникам. Эти преступные действия опасны и глупы. Бесчинствующие люди не только рискуют собственными жизнями, но и подвергают опасности окружающих. Мы предложили ужесточить наказание вплоть до тюремного заключения. И мы обязуем аэропорты значительно повысить уровень безопасности своих территорий. Здесь стоит добавить, что активисты последнего поколения на протяжении нескольких лет регулярно устраивают различные акции в Берлине, других городах Германии. Они уже блокировали автобаны, устраивали сидячие забастовки на городских улицах, из-за которых невозможно было передвигаться ни на машинах, ни на общественном транспорте. Также все эти люди красили, например, в оранжевый цвет бренденбургские ворота, которые после этого отмывали не одну неделю и за весьма большие деньги обливали краской, а не также деревья, даже отпиливали на глазах полиции верхушку рождественской елки. Здесь же это происходило, эти драматические события в центре Берлина. Акции прямого действия в аэропортах, которые имели место сегодня, эта схема, конечно, относительно новая. Ее три недели назад опробовали в самом загруженном терминале во Франкфурте на Майне. Тогда отменили там около сотни рейсов. И учитывая, что июль и август – это, в принципе, рекордный по пассажиропотоку период года в Европе и в Германии в частности, многие немцы, конечно, остались далеко не в восторге от этих климатических протестов и требований снизить выбросы СО2 таким образом. Мы расстроены, потому что целый год с нетерпением ждали отличного отпуска. Серьезно готовились, потратили кучу денег. А несколько идиотов просто приклеились и задерживают здесь вылеты для многих людей, которые должны отправиться на отдых или куда-то по делам. Я не могу понять эту ситуацию. Мой рейс в Цюрих отменили благодаря последнему поколению. И я даже хочу сказать спасибо активистам. Я прилетала к внуку, которого не видела четыре месяца. И мне особенно приятно, что теперь я проведу с ним пять часов в аэропорту. И кто знает, попаду ли я сегодня в Цюрих. В общем, тот случай, когда и положительные моменты здесь нашлись. Добавлю, что на минувшей неделе полиция Германии провела обыски в офисах активистов последнего поколения. По их словам, затронула эта операция пять немецких городов. По поводу как раз стала та самая акция блокирования взлетно-посадочной полосы в аэропорту Франкфурта на Майне. Я отмечу, что австрийское отделение группы Let's Generation, последнее поколение, ранее в принципе заявило о прекращении деятельности. А здесь, в Германии, зеленые обещали прекратить вот эти самые вызывающие множество вопросов акций прямого действия, которые нарушают привычную работу инфраструктуры. Да еще, там говорить, ход вещей в принципе в Германии, которая к таким ситуациям не привыкла. Но, как видим, пока тактика остается на вооружении, и климатические активисты не спешат ее менять. Посмотрим, отпугнут ли их угрозы министра внутренних дел о том, что действительно будут ужесточать преследования по таким поводам. Саша. Да, Андрей, благодарю. Посмотрим и расскажем. Европейский корреспондент РТВ Андрей Ежов был на прямой связи со студией. Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх в Париже 90 российских спортсменов. Все они выступят в Париже в нейтральном статусе, без гимна, флага и национальной символики. Спортсменам не позволят принять участие в церемониях открытия и закрытия игр. А если они завоюют медали, их не включат в общий зачет. Из России на игры отправятся 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлониста и 2 бойца тхэквондо. В таком же нейтральном статусе за награды во Франции поборются и 8 белорусских спортсменов. Напомню, паралимпиады пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет потерпел крушение во время планового полета. Как сообщил губернатор региона, машина упала в Челемховском районе к северо-западу от Иркутска. На земле повреждений нет, пожар быстро потушили. Экипаж катапультировался, в Минобороны заявили, что все четверо летчиков живы. Двое в удовлетворительном состоянии, информация по еще двум уточняется. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Около полутора миллионов афганских девочек не имеют доступа к школьному образованию после прихода к власти талибов. Такие данные приводит ЮНЕСКО. Там отмечают, что будущее целого поколения Афганистана находится под угрозой. Ограничения в отношении женщин со стороны боевиков в ООН назвали гендерным апартеидом. Тем временем, террористическая группировка накануне отметила очередную годовщину захвата власти в стране. Дмитрий Лобанов продолжит. Парад американской военной техники на авиабазе «Баграм», которая 20 лет была главным логистическим хабом США в Афганистане. За рулем и на месте пилотов-вертолетов боевики террористического движения «Талибан». Для экстремистов 14 августа считается праздничным днем. В этот День Победы я поздравляю всех мусульман мира. Слава Богу, для нас большая честь, что мы изгнали захватчиков и неверных из страны. И теперь пришло хорошее правительство, которое помогает стране. У меня есть послания для Америки и других стран. Они должны извлечь уроки из своего прошлого и своих неудач в Афганистане. День Победы для одних стала катастрофой для остальных тысяч афганцев. В мае 2021 года талибы начали масштабную атаку на тогда еще правительственные войска Исламской Республики Афганистан. Боевики двигались стремительно, не встречая особого сопротивления. Уже к середине августа они находились в Кабуле. Иностранные консульства начали срочную эвакуацию своих граждан. Однако покинуть страну хотели и местные жители, работавшие, например, на коалиционные войска и опасавшихся за свою жизнь. Десятки тысяч беженцев буквально штурмовали столичный аэропорт. Хаос, который воцарился в Кабуле, да и по всей стране, стал точкой в 20-летнем присутствии военных США и НАТО на территории Афганистана. О выводе войск говорили еще при президентстве Барака Обамы. В 2020-м администрация Дональда Трампа смогла договориться с талибами о постепенном сокращении численности военнослужащих. Уже при Джо Байдене было объявлено, что война в Афганистане официально закончится 31 августа 2021-го. У нас не было никаких жизненно важных национальных интересов в Афганистане, кроме как предотвратить нападение на Америку и наших друзей. Так оно есть и сегодня. Мы преуспели в том, что намеревались делать в Афганистане более 10 лет назад. Затем мы остались еще на 10 лет. Пришло время положить конец этой войне. Это новый мир. Террористическая гроза распространилась по всему миру, далеко за пределы Афганистана. За три года талибов у власти их так и не признало международное сообщество. Хотя полной блокады нет. С боевиками активные переговоры ведут Пекин и Москва. Они являются реальной властью. Мы никогда не уверовали это в наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики. Казахстан недавно принял решение, которое мы тоже собираемся принять, об исключении их из списка террористической организации. Тем более, что Совет Безопасности он талибов как организацию террористической не объявлял. Вчерашние маджахеды сегодня превратились в чиновников. Исламская республика стала Исламским Эмиратом. От мирового сообщества требования к талибану, по сути, минимальные. Соблюдение прав человека. Сами боевики смотрят на вещи куда проще, заявляя с трибуны на авиабазе «Баграм» о своих достижениях. За последние три года Исламский Эмират устранил внутренние разногласия и расширил рамки единства и сотрудничества в стране. За последние три года Исламский Эмират соблюдал Дахийское соглашение. Афганистан никому не причинил вреда. И в будущем мы обещаем, что никто не пострадает с территории Афганистана. При этом экономика страны по-прежнему находится на низком уровне. 30% ВВП Афганистана в 2023-м составляла иностранная помощь. Кроме того, талибы существенно урезали права женщин, например, в плане образования. Хотя во время прихода к власти обещали этого не делать. Еще боевики занялись реорганизацией правовой системы. Теперь суды работают по законам шариата, вынуждая разведенных женщин вновь вступать в нежелательные браки. Дмитрий Лобанов и Никита Токарев, RTVI. Продолжим обсуждать эту тему с независимым политическим аналитиком Гауссом Джонбассом. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Кажется, что Талибан прочно удерживает и даже укрепляет свои позиции. Внутри страны заметных врагов нет. На внешней арене они как будто движутся к признанию. Но так ли все хорошо у них? Конечно, нет. Это действительно, как вы сказали, внешние представления или внешне кажущаяся такая действительность. На самом деле Талибан как группа весьма консервативных деревенских взглядов и представлений об исламе. И к тому же это такой орден, понимаете, который придуман за пределами Афганистана, точнее пакистанских мидресей. Это люди, которые представляют очень примитивный вариант, которого нет прецедентов в мире, даже начиная с самого возникновения исламской религии, то, что они хотят построить в Афганистане. Они каждый свой шаг объясняют, что это шариат. Вот если надо человеку сходить, например, в баню, а как об этом говорит шариат? Надо ли пускать девочек в школу? Шариат не разрешает. Надо ли женщинам работать? Шариат не позволяет. Тот же хиджаб там, допустим, как это все должно быть, как это одеяние должно носиться. То есть каждый вожак в каждой деревне, в каждом городе, в каждом уезде определяет это сам. Потому что мы не видим этих невидимых руководителей, особенно самого их главного, такого мулаха и батула, который якобы там в Кандагаре, где-то около Кандагара, а может быть по той стороне, где-то Дюранде находится. То есть его никто не видел, он никогда не появляется. То есть это, знаете, такой феномен, такое явление беспрецедентное в истории человечества. То есть если на исламский мир посмотреть от Алжира до Индонезии, то, что строит Ливан, просто такого в природе нет. И это не будет. И то, о чем вы спрашиваете конкретно уже, этого не будет. Потому что эти люди не призваны, не имеют представления о государственном строительстве. Они думают, что они пришли с оружием в руках, с книгой священной Якоба. Хотя это такой орден очень сектантский на самом деле, не исламский. И они думают, что вот они сейчас будут всем принесут счастье, или на божьи, будут с утра до вечера преклоняться. И это принесет народу Афганистана покой и хлеб. В итоге получается совершенно наоборот. Народ бедствует. Как правильно сейчас было отмечено в вашем репортаже, страна исключительно живет в вот этих вот подачках международных организаций, будто там гуманитарных, будто вот эти еженедельные выбросы, так скажем, наличных американских долларов от 40 до 80 миллионов, которые Америка просто предоставляет этой группировке с тем, чтобы она как будто бы боролась с Алкаидой, с ИГИЛом и другими террористическими организациями. Так оно и получается. На самом деле никто не угрожает в Афганистане или вокруг Афганистана интересам американцев. Но при этом почему-то совершаются нападения на китайцев, на российских учреждениях, на то же посольство было совершено, на других региональных государств или там граждан. Но почему-то действительно на американцев, хотя внешне и Алкаида, и ИГИЛ провозглашают борьбу именно с американцами, именно с империализмом и тому подобное. Но этого нет. Поэтому то, что делает Талибан, с одной стороны, они сохраняют свою вот эту вот полувоенизированную, так сказать, свою сущность, от которого они никогда не уйдут, потому что другого не знают. Но и какая-то часть будет делать вид, что они могут оказывать какие-то государственные услуги в виде здравоохранения, еще строят какие-то там дамбы, дороги. Но они и так строились в Афганистане и будут строиться. Потому что для этого существует учреждение. Но это... Прошу прощения, у вас я вас перебью. ...онат быть государственным... Да, извините, пожалуйста, у нас просто очень мало времени, я вас быстро перебью, да. Да, вот я хотел как раз про Россию, вы говорите. Вот Россия плотно сотрудничает с Талибаном, и уже ни одна делегация побывала в Москве. Но Москва до сих пор не снимает с них статуса террористической организации. А как вы считаете, почему? Ну, потому что Москва осторожничает. У Москвы такая политика, скажем так, пряника и сабли, как принято говорить. С одной стороны, активно на дипломатическом треке сохранила свое посольство в Кабуле, приняло талибских, так называемых, дипломатов, даже военного атташе и экономического, или там торгового атташе в Москве. Но при этом, если посмотреть на экономический, например, оборону между двумя государствами, хотя и заявляется, что там чуть ли не до миллиарда дошел, но реальные цифры достаточно низкие, никаких таких масштабных экономических перспектив, например, в настоящее время я-то не вижу. Да, провозглашается много чего, но на деле экономического торгового оборота на очень низком уровне между Афганистаном и Российской Федерацией. Страны региона, например, Узбекистан, Казахстан, намного дальше идут, или Иран. Но почему не признаем? Потому что я так думаю, у меня так представляется, что Россия хотела бы вопрос о признании сделать как-то сообща с группой государств, может быть, региона, может быть, даже вне региона каких-то других больших государств. То есть Москва хочет сделать это, так сказать, сообща, не в одиночестве, потому что тогда большая часть политической ответственности ляжет на Москве, и Москва не хотела бы. Более того, если вы обратите внимание, то такой военно-спецслужбистский сектор российского государства, он последовательно выступает против Талибана и постоянно указывает на угрозы, которые исходят от Талибана, и заявляется о том, что даже какие-то группировки из Ближнего Востока переселились в Афганистане, особенно ИГИЛ, и Алкаеда, и другие террористические организации, и местного, регионального происхождения. Да, я прошу прощения, на этом вас я перебью, у нас просто заканчивается время договора. Спасибо вам большое. С нами на связи был независимый политический аналитик Гаус Джанбас. Президент Южной Кореи предложил Пхеньяну создать межкорейскую рабочую группу. Об этом заявил на церемонии по случаю 79-й годовщины окончания японской колонизации Кореи. Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество сразу же, как только Северная Корея сделает свои первые шаги к денуклеаризации. Мы призываем власти Северной Кореи отреагировать, чтобы мы могли добиться существенного прогресса, в межкорейских отношениях посредством диалога и сотрудничества. По словам главы Южной Кореи, группа должна заняться экономическим сотрудничеством, культурным обменом, а также реагированием на стихийные бедствия и изменения климата. Напомню, ядерные переговоры между КНДР и США зашли в тупик после 2019 года. Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал от бывшего президента США Дональда Трампа снятия всех санкций. В обмен же предложил частичное ядерное разоружение. Однако американскую делегацию такие условия не устроили. Тем не менее, сейчас Йоль заявил, что Сеул продолжит оказывать Киньяну гуманитарную помощь. Южно-корейский Красный Крест предложил оказать ее Северной Корее из-за ущерба, который был нанесен недавними ливнями в северных приграничных районах. Однако северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что позаботится о пострадавших самостоятельно. Около половины всех жилых домов и предприятий в Пуэрто-Рико остались без электричества из урагана Эрнеста. Он обрушился на острова, проливные дожди и сильный ветер. Размыты дороги, повалены деревья. На севере страны эвакуировали целый город. Моя коллега Лиза Паршина продолжит. Спасательные вертолеты кружат в хмуром небе, реки разлились, а дороги стали реками. Так сейчас выглядит городок Туабаха на северном побережье Пуэрто-Рико. Именно он принял на себя основной удар, когда архипелаг столкнулся с ураганом Эрнеста. Я надеюсь, что завтра мы добьемся большего прогресса. Мы выявили 222 поврежденных сооружения, но пока не обнаружили никаких катастрофических ситуаций, которые было бы трудно исправить. И все же масштабного исправления ждет местная электросеть. Более 700 тысяч пуэрториканцев провели весь вчерашний день и эту ночь без света и электричества. На Кулебре и Вьекисе, двух небольших островах к востоку от столицы, практически полный блэкаут. Проблему ураган принес и водопроводчикам. Единственная в стране компания, отвечающая за подачу в дома питьевой воды, заявила о серьезном повреждении оборудования. Что касается наших 112 фильтрационных установок, то 50 из них в настоящее время не работают. И действительно, как справедливо отметил губернатор, ситуация, которая больше всего на нас влияет, это дожди. Эрнеста, еще будучи тропическим штормом, обрушился на Пуэрто-Рико накануне. Менее чем за сутки в некоторых районах страны выпало до 26 сантиметров осадков. Ожидается, что ливни продолжатся до полудня по местному времени. К вероятным наводнениям власти и специальные службы начали готовиться еще заранее. Мы определили 200-250 военнослужащих, которые в ближайшие дни будут размещать оборудование в различных районах, координировать доступ к дорогам, определять саму возможность доступа и, следовательно, смягчать последствия и опасность для жизни людей. Готовились к приходу Эрнеста и на соседних Виргинских островах. Но эту территорию ураган задел лишь по касательной. Подгоняемый сильным ветром с порывами до 160 километров в час, он ушел на северо-восток. И все же месячная норма осадков успела выпасть за сутки. Школы закрыты, авиарейсы отменены. Дождь — одна из главных наших проблем. Пока что сильный ветер проносит большинство туч мимо, но если зарядит дождь, за сутки у нас выпадет 20 сантиметров осадков. Поэтому, пожалуйста, следите за районами, подверженными наводнениям. Стоит готовиться к сильным ливням, грозам и молниям. Ожидается, что к юго-восточному побережью США Эрнеста так и не приблизится. А вот к Бермудским островам может пройтись нелегко. До них стихия дойдет к субботе, и к тому моменту Эрнеста, по прогнозам, обернется уже более мощным ураганом. Не первой, а третьей категории. Местные власти призвали людей серьезно отнестись к опасности и быть готовыми к любым последствиям. Это, к слову, уже третий ураган под именем Эрнеста, наведывающийся к островам и побережью Центральной Америки. Первый в 2006 году затронул Ямайку, Багамы, Кубу и штат Флорида. 11 местных жителей тогда погибли. В 2012 через Карибское море прошел Эрнеста номер 2 и унес жизни уже 12 человек. Пострадали Малые Антильские острова, Ямайка, Тринидад и Табага, побережье Венесуэлы и Мексики. Они предупредили нас, что река Актапан вышла из берегов и что нам придется покинуть дом из-за сильного наводнения. Уровень воды в реке поднялся до трех метров, поэтому они вытащили нас из дома и подогнали автобусы, чтобы забрать нас. А потом нас отправили сюда, в здание школы. Сезон ураганов в Атлантическом бассейне обычно длится с 1 июня по 30 ноября. В этот период из года в год и происходит большинство бедствий. Лиза Паршина, Максим Давыдов, RTVI. Северная Корея впервые за почти пять лет может открыть границы для иностранных туристов, сообщают китайские туроператоры. Правда, только частично. Компании ожидают, что в декабре отдохнуть можно будет в северном горном городе Самджиен. А затем доступными для туристов станут и другие северокорейские города. Самджиен находится рядом со священной для корейцев горы Пэк Тусан. В последние годы ведется реконструкция этого горного курорта. В частности, местного аэропорта. Также идет строительство лыжной базы и железных дорог. В Кеньяне надеются привлечь туристов из дружественных стран. Смягчать введенные из-за коронавируса ограничения власти начали еще в прошлом году. А с начала этого въезд в страну открыли для российских туристов. Швеция подтвердила первые случаи заболевания обезьяньи Оспы. А в Мадриде даже хотят усилить пограничный контроль в международном аэропорту Барахас. Вот сегодня объявила на африканском континенте чрезвычайную ситуацию мирового масштаба. Во второй раз за последние два года. Там уже зарегистрировано около 14 тысяч случаев заболевания. Более 500 человек погибли. На сегодняшний день большая часть пострадавших в республике Конго. В Европе опасаются, что новая волна может прийти и к ним. Какие симптомы у мутировавшего штамма и чего опасаются медики, расскажет моя коллега Инна Щедрова. Просьба соблюдать дистанцию и носить защитные маски. Такие требования сейчас во всех больницах и в общественных местах в Конго, а также в соседних африканских странах. В регионе вспышка обезьяний Оспы, но люди боятся обращаться к медикам. С пятницы 9 августа по сегодняшний день у нас подтверждено 9 случаев Успы обезьян. Людей, которые приходят с подозрительными поражениями, мы сразу изолируем и берем анализы для тестирования. Однако многие боятся посещать сейчас медицинские учреждения, зная, что нам придется изолировать больных. Поэтому многие не обращаются к врачам и тем самым неконтролируемо распространяют вирус. В случае заболевания новым штаммом подтверждены среди детей и взрослых в 13 странах континента. Погибло уже более 500 человек. Однако, по данным африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, более 96% всех случаев и смертей приходится именно на Конго. По сравнению с прошлым годом количество заболевших выросло на 160%, а смертей на 19%. Всемирная организация здравоохранения уже официально объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба. Вспышка и быстрое распространение нового штамма обезьяний оспы на востоке Демократической Республики Конго, а также обнаружение вируса в соседних странах, которые ранее о нем не сообщали, и возможное дальнейшее распространение в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. Учитывая вспышки и других штаммов в других частях Африки, очевидно, что сейчас необходим скоординированный международный шаг для спасения жизней. Медики говорят о том, что эпидемия может распространиться за пределы Африки, как это уже было, например, в 2022 году. Тогда обезьянь оспа разошлась более чем на 70 стран по всему миру, включая те, где ранее ее не регистрировали. Когда число инфицированных достигло 16 тысяч, ВОЗ также, как сейчас, объявила чрезвычайную ситуацию. Смертность в той вспышке составила примерно 1%. Новая волна, по мнению руководителей африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, может принести до 3% летальных исходов. Однако, по словам вирусологов, жителям остальных континентов паниковать пока не стоит. Если вдруг, скажем, возбудитель оказался очень сильно измененным и легче передается от человека к человеку, чем это было раньше известно, то вакцина, которая применялась противонатуральный оспа, она полностью подходит для профилактики этой инфекции. А пока ВОЗ разработали региональный план реагирования. Он требует вложений на 15 миллионов долларов США. По словам генерального директора организации, около 2 миллионов долларов уже дал фонд непредвиденных расходов ВОЗ на чрезвычайные ситуации. И в ближайшие дни планируют выделить дополнительную помощь. Мы работаем на местах, помогая расследовать случаи заболевания и отслеживать контакты, информировать о рисках и вовлекать общественность. Мы обучаем работников здравоохранения и помогаем врачам оказывать надлежащую помощь. Мы помогаем странам получать доступ к вакцинам и разрабатывать стратегии их внедрения, а также многое другое. Передается обезьяне оспа при тесном контакте с инфицированным. В случае с животными это может произойти даже, к примеру, при разделке туши больного зверя. В отличие от предыдущих вспышек обезьянь и оспы, где поражения в основном наблюдались на груди, руках и ногах, новая форма вызывает более легкие симптомы и поражение на гениталиях. А это, по словам медиков, затрудняет обнаружение и означает, что люди могут также заражать других, не зная, что они инфицированы. Тем временем уже с начала этого года общественные организации в Конго активно работают с населением. Жителям раздают информационные листовки, рассказывают о мерах предосторожности. От 85 до 90 процентов инфицированных людей излечиваются, если их вовремя доставить в больницу. Потому что если зараженный человек доходит до поздней стадии с осложнениями, то вылечить его теми ресурсами, которые у нас имеются, становится очень сложно. А людей на ранних стадиях заболевания лечат и выписывают. Поэтому медики призывают население не затягивать с обращением за помощью в случае появления первых симптомов. Инна Щедрова, Юрий Петров, Артвяй. В Новой Зеландии сразу несколько благотворительных организаций получили конфеты с добавлением наркотика метамфетамин и раздали их нуждающимся. Сегодня в больницу попал один из сотрудников дома Роналда Макдоналда. Накануне полиция сообщила, что неизвестный пожертвовал конфеты организации «Окланд Сити Мишн», которая добавила их в свои продуктовые посылки. Всего конфеты могли получить до 400 человек. Известно, что три жителя Окланда уже были доставлены в больницу, но вскоре их выписали. Эксперты отметили, что в каждой конфете уровень вещества в 300 раз был больше допустимого. В самом фонде заявили, что обычные товары часто используют для контрабанды наркотиков. Сейчас полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Карликовый бегемот из берлинского зоопарка наконец-то получил имя. Малыша назвали Тони в честь немецкого футболиста Антонио Рюдигера. После рождения гиппопотама зоопарк объявил конкурс на лучшее имя. Участники предлагали назвать его Глоуди, Шнуппе и даже Герли. Однако имя Тони поддержали немецкие футбольные фанаты. Они отдали больше всего голосов. Узнав эту новость, Рюдигер согласился взять на Тони пожизненное шефство. Теперь в его обязанностях не только защищать цвета сборной, но и следить за здоровьем нового крохотного подопечного. На этом все. Итоги четверга вместе с журналистами РТВА подвел я, Александр Павлов. Подписывайтесь на телеграм-канал РТВА и на наш ютуб-канал. Там еще больше новостей. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok